доброго здоровья уважаемые посетители канала ну что немножечко поработаем с вами разберем письмо с моими комментариями доброго здоровья Геннадий Петрович напоминаю свою историю несколько лет назад столкнулась с сахарами как пишут так я читаю поставили диабет первого типа официальная медицина считает в таких случаях что человек не может жить без инъекций инсулина диабет первого типа говорит о том что поджелудочная железа вообще не вырабатывает инсулина и естественно человек погибает поэтому делают инъекции инсулина если же диабет второго типа то есть первого типа мы не будем уж говорить о причинах и так далее ну вот он как-то появился и все поджелудочная железа отказывается вырабатывать и человек просто погибает если же диабет второго типа то есть диабет второго типа как правило можно жить без всякого там инсулина можно соблюдать диету специальную можно выполнять физические нагрузки там которые способствуют усвоению сахара клетками крови то есть здесь можно в данном случае вот сказано что первого типа но скорее всего я думаю это диабет второго типа сахар был натощак 13-14 единиц после еды оказался больше 20 сначала изучала официальные источники медицинские статьи консультировалась у разных эндокринологов все выписывали разные способы лечения но везде был обязательно инсулин когда поняла что мировая медицина считает что в таких случаях жить можно только с инъекциями начал искать информацию людей которые справились с этим и не используют инсулин много лет то есть это как раз говорит о том что это диабет второго типа чтобы было ясно то есть диабет второго типа и некоторые выводы делаем если у вас диабет второго типа сахару так возможно большой причин повышения сахара огромное количество особенно диабета второго типа тем более оказывается после еды он там побольше надо разобраться какая какая причина лежит в основе этого диабета второго типа и если у человека вот у человека не было никакого диабета а тем более сейчас ей 30 лет молодой человек значит никакого диабета не было потом такая бац как говорится вторая смена и сахарный диабет он же не просто с чего-то возникает как первого типа так и второго но мы сейчас говорим только о втором то есть какие-то какие-то причины какие-то причины а тут не говорится то есть знаете вот говорится а то что вот сахарный диабет возник и все вот такие вот цифры и так далее вот как будто он сам по себе хотя мы там почитаем там огромное количество предпосылок которые непосредственно привели к закономерному итогу к сахарному диабету если их устранить то естественно этот сахарный диабет как пришел так и уйдет тут ничего не говорится о том что взошлакован организм как человек питался еще что то вот случилось вот вот цифры такие будем лечить то есть и теперь мировая медицина считает значит вся мировая медицина вот исходя вот из этого письма официально мировая медицина она просто напросто все наработки в этой области которые были сделаны до нее просто напросто отбросила и все вот инсулин колите и дальше грубо говоря извините за выражение как жрали так и жрите что угодно там делайте все у вас усвоится все будет хорошо будете жить как все здоровые вот как все здоровы все больше ничего то есть направление мировой медицина такое что она она вас просто напросто у нее в голове уже нет такого понятия как работать с причинами и следствиями просто тупо будем говорить мы вот вам выдаем вот это и живите а дальше а дальше что то если появится там и на это тоже что-то найдем но это мое мнение то есть официальная медицина она вас ни в коем случае не вылечить от сахарного диабета она просто напросто вам даст вот такие средства с которыми вы будете дальше жить и потихонечку дальше разрушаться начала изучать ваши материалы поняла что именно в этих книгах есть выход начала чиститься тело и сознание год проводила в порядок свой организм через два месяца сахар смогла снизить до 4 5 единиц натощак после еды не допускала 9 то есть это говорит о том что это уже сахарный 9 не первого типа это второго типа который наживается образом жизни если мы в этом образе жизни делаем какие-то коррекции как в данном случае были сделаны то он потихонечку исчезает более того тут ничего не говорится опять-таки о зашлаковке возможно запоры были возможно еще там что-то было еще там еще еще что-то было от которого надо избавиться который дает предпосылки для того чтобы возник этот сахарный диабет его и и до 30 лет это вообще кошмар какой-то кошмар который становится повседневной реальностью из-за того что люди не понимая ага вот грубо говоря бери кредиты покупай колбасы покупай булки ешь 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 а а что дальше будет да это это не важно так примерно это был труднейший путь в моей жизни ничего тут трудного нету ничего тут трудного нету просто надо взяться то есть обмозговать чего это сели я вас учусь сели спокойненько подумали а думали а почему это возникло а что там было а были ли у вас запоры а были ли у вас какие-то аффициентные заболевания простуды ли еще а как вы едите что вы любите в питании это уже даст вам ответы на ваши вот эти вопросы и эти ответы выстроит вам план действий что надо делать это убрать это почистить вот так увеличить физическую нагрузку чтобы клетки нуждались в этих сахарах они просто так найти не загрузили и думаем да все она там само усвоится так что ничего трудного нету трудности возникают у человека в основном из-за того что надо свой образ жизни сделать другим вот он привык объедаться булочки с кофе пить и так далее там шоколадки ничего не делать сидеть там тут ты оказываешься один на один со своей жизнью естественно ты это ее строишь мы с вами помните я вам говорил можно жизнь свою сложить как песню которая будет красивая которая будет знаете вот вот лица звучать одно наслаждение а можно такую песню сложить теряя свою жизнь что будешь только плеваться должен да зачем что как же откуда что это взялось то есть человек эти понимают все вроде бы так живут а я ж уже как и они жил а а вот а вот а вот вот смотрите как получилось а какой я такое это один на жизнь жизнь опыт людей победивших страшные болезни лучшая поддержка естественно естественно это примеры которые показывают как они действовали ну и так сказать и теория немного объясняется я в основном люблю объяснять начинать с теория потом уже действия последних письмах писала вам что смогла войти в привычный ритм жизни хотя не представляла как получится работать и жить обычной жизнью вот этот образ жизни он должен так вашей вашей жизни поменяться чтобы он не мешал этой жизни а помогал еще писала что не знаю как получилось еще писала что не знаю как получится решиться на беременность страшно было даже в обычную жизнь ходить до этого лет десять назад ставили диагноз гипотиреоз то есть это в 20 лет уже ставили если человеку сейчас 30 лет а 10 лет отбрасываем 20 лет 20 лет гипотиреоз а почему а почему этот гипотиреоз недостаточная работа этой самой щитовидной железы кстати тут гипотиреоз недостаточно если гипер это избыточное дошли недостаточно несколько лет принимал атероксин то есть опять таки ну чё принимала надо же разобраться а с чего это вот пошло это все у нас идет с детства с раннего детства как вас папа мама с мамой там кормили с чем вы там в детском садике или или в ясеньках далее как вы в школе и в результате вот у некоторых с щитовидной железой непорядки ну и что кто там будет копаться там ваших этих самых причинах и следствием тогда плевать но недостаточно работает хотя надо бы ставили диагноз а как он выражается как это все выражается может это и не то было совсем иное допустим у человека упадок сила он там а вот это вот то то как это выражается может это совсем другом выражается из другого конца надо бы подходить я так думаю а тут наплевать прямой тероксин и все причины следствия да по боку эти причины следствия зачем они нужны результаты приходили не очень дозировки с каждым годом повышали потому что неизвестно в чем причина пытаются следствие вот этим всем решить а дозировки то надо организму как то это все усваивать выводить это же нагрузка и нагрузка совсем не такая благоприятная как 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 мы думаем но кто об этом задумывается ой ой кто об этом задумывается ой в один момент решила уйти с препаратов то есть надоело это все да потом в ваших работах нашла информацию что на щитовидку влияет загрязненный кишечник а в этом никто не ухом не рылом не чухает что это может вот так быть связано то ты чё он благородно у меня тут это сама щитовидка там заболела это благородно а то что там запоры у человека там это знаете умалчиваем да вообще зашлакован организм при гипотериозе считается что забеременеть почти невозможно без препаратов ну вот считается опять таки когда не рассматривают различные направления оздоровления и лечения а вот такой только вот дорога такая то тогда тут конечно ничего не рассматривается а когда есть окольные пути и совсем другие а вот тут как раз работает вот это вот слово невежество то есть человек вот это официальная медицина не понимая как работает то или иное народное или натуропатическое средство она ее заранее отвлекает выказывая тем самым невежество причем невежество такое воинственное агрессивное нет это не может быть никак ничего и все на тот момент училась в медколледже не знаю в медколледже чему вас там научат ну перевязывать там уколы делать это это нужное дело а вот что касается там чего-то другого знаете где дело должна голова работать вот тут так тут так то есть направление медицина совсем идет вот в ту сторону и все что не идет в этом пути идет в разрез с ней это все шельмуется это все отрицается и якобы научная медицина где где ваша наука ну где ваша наука медицинском колледже так сейчас мне 30 учебу закончила в этом году и сейчас беременна на пятом месяце оказывается можно если поработать над своим собственным организм очистить его правильно питать иметь сознание спокойненько такой знаете кое-какие знаниями ухаживать за телом что какая-то нагрузочка была да будешь здоровым но на меня посмотрите ее мои 70 идет 70 год вы чувствуете какая энергетика идет от меня туда сторону вас а вот теперь стало трудно придерживаться здорового образа именно питание а вот тут то и зря вот тут то и собака зарыта как только вот этого трудности какие-то возникают трудности переручить возникают у вас в сознании вы со своим сознанием недостаточно поработали в питании именно питание я как раз как раз давным давно предвидя все эти вот такие вот вопросики создал плейлист целебная кулинария на у себя на канале нет никто еще сейчас подобного не сделал там я не знаю возможно там какие-то вегетарианские каналы еще то есть как с помощью питания можно оздоравливать и лечить свой организм записал где-то передач сколько там наверно 70 передач вот чтобы вы пищу могли сделать вкусной то что вам не нравится якобы говорят вот капуста полезная но вы начинаете и жевать она вам в рот не лезет а как сделать так чтобы ее было приятно жевать и съедать вот об этом я как раз рассказывал свои передачи ну ну кому надо все не проект был не поддерживать я вложу туда кучу своих денег надежды что вот вот отчет да да ничего никому это не надо но не надо и не надо именно питание вот питание стало часто есть не очень хорошую пищу а кто вам ее в рот что засовывает эту эту нехорошую пищу вот кто он туда то есть у вас недостаточно работает ваше сознание раз вы не не можете правильно готовить пищу полезную чтобы она была вкусная это два и плюс еще третье это вот окружающие на вас смотрят вы как белая ворона ну и что они вам помогли когда вы болели сахарным диабетом они помогли когда вы болели этим гипотериозом они вам что-то там попался советовали когда вы вот хотели состояться как женщина потому что если женщина бездетно но как-то это крест на семейной жизни конечно можно люди живут пары так далее но но у глубине сознания вот это ущербность что ты не можешь стать матерью а ты не можешь стать отцом она остается и действует действует как ржавчина медленная но разрушающая вот так то вот так то не очень хорошую пищу до этого хорошо прочищала печень все восстановилось даже если семени немного позволяла не очень хорошие продукты но особо не надо позволять ну ладно ну позволили без того уж такое бывает да главное чтобы вы чувствовали что если вы себе позволили то это не сказалось на вашем здоровье а то ж можно так позволить чтобы почувствуете а опять то же самое возвращается то есть уже работа была проведена человек стал здоровым как он хотел и вот тебе на опять туда же скатывается причины я указал смотрите еще разок пересматривайте этот видос я там посетил какие причины хожу на обследование скрининги знаете обследование скрининги конечно дело нужное не не буду против но старайтесь их делать вот именно по мере необходимости не надо вот эти все эти обследования скрининги чтобы они вот это самое стали как бы сказать на первое место на первом месте у вас должно быть здоровье и спокойствие во время беременности соответствующие обследования там провели и хватит а если вы там постоянно по всем этим больницам лазите да вы еще что-нибудь себе подцепите а сейчас ввиду того что столько заразы летает в атмосфере а если народ еще скучен это больницы это торговые центры это вот предстоящие новогодние праздники корпоративы да обязательно объедитесь и заболеете какой-нибудь заразой и потом будете лежать после праздника восстанавливаться так кстати щитовидка при проверке была с хорошими показателями да это вообще говорит о том что вот знаете вы пришли и не знаете вот как допустим я пойду в автосервис со своим сложным автомобилем и не зная как он работает как что и вам то такое наговорят такое наговорят а он едет и едет ну может там какой-то маленький сбой там был ничего а он то расскажет что грубо говоря чуть ли не коробку передач надо менять с мотора все было нормально вот это вот еще лечение вот это вот знаете самое плохо это то что какие-то знаете бездумное назначение препаратов сильных препаратов где грубо говоря там требуется просто-напросто возможно человек бы отдохнул недельки там две да и все а ему тут вот это и все восстановилось бы само собой я думаю тут вот такая как раз ситуация была значит щитовидка была с хорошими показателями а если бы она первоначально была с этими плохими показателями ну допустим от того же зашлаковки организма плохой работы толстого кишечника там обильного переедания там человек живет как и вот какой-то такой бумаги это за вам волнительной атмосфере это естественно будет сказываться на щитовидка это когда вы все это так сделать давно нормально стало а то вы ничего получается ничего не надо делать а вы принимаете препараты все остальное станет на место само собой дулю с маком она станет так а вот сахарами тяжелее а чуть с ними тяжелее что с ними тяжелее чувствую себя хорошо не таксикоза не недомогание особо не было все как и в обычной жизни обычная жизнь разная бывает у меня обычная жизнь это совсем другой уровень в отличие от той жизни от которой допустим я там жил грубо говоря лет там 30 назад хотя был моложе и человек другой живет а обычно что там такое это разные вещи так дальше идем делаю проходки по улице все время утром днем вечером о чем я и говорил для того чтобы сахар нормально усваивался клетками зачем нам нужен этот сахар зачем нужно это глюкоза что она там делает для нас она в конце концов питает клетки а если клетки не работают вот они сидят тут они ничего там не делают не работают то есть они ничего не потратили никакой работы не сделали энергии не потратили им это глюкоза и сахара не нужны у них уже своего уже навал а вы еще туда валите естественно там все выбрасывается посредством мочи наружу как лишняя зачем она нужна а когда мы с вами работаем вот ходим утром днем и вечером и тем самым простым способом таким как ходьба даем нагрузку на организм то клетки говорят дайте нам этого сахарка то есть они усваивают то что вы им даете и никакого повышения сахара нету видите как это все просто легко и объясняется даже получилось поработать несколько месяцев там перерывах было время пройтись после еды поэтому тут тоже не возникло проблемы вы старайтесь понимаете вот можно так сказать да вот у меня работа такая меняйте работу да вот как же я там выучился выучить на другую работу я в своей жизни сменил огромное количество работ я и грузчиком работал и водолазом работал и начальником спасательной станции работал я был даже таким самым как бы сказать машинистом холодильной установки инструктором физкультуры тренера даже ведущим телевидение я был то есть вы можете выбрать любую работу начиная того как там работать руками ногами в конце концов работать головой работа подвижная выходила с удовольствием поэтому настроение состояние было и хорошее так и надо летала на юг в три месяца вот тут зря в три месяца как идет закладка там организма плода и вот именно в это время легко на него там повлиять неблагоприятно а тут видите вот а как и все я хочу как и все разлиться на юг слетать ну ладно слетала слетала ну что поделаешь перелеты вообще все принесла гораздо лучше чем даже до беременности почти не устала вот что касается когда вы поработали над своим организмом он у вас становится совершенно другим вам в нем приятно жить он действительно не устает быстро высыпается хорошая работоспособность хорошее настроение хорошая сила желание разные как перестала в те годы за сахарами постоянно следить сразу легче жизнь стала и настроение то есть когда поставили насколько я понимаю этот сахарный диабет сказали теперь надо следить теперь надо то делать теперь надо все делать и пятое десятое это уже такая эмоциональная нагрузка на организм вот это надо сделать вот это ты живешь с этой болезнью ты живешь с этими проблемами какими-то знаете вот голова занята а когда это все раз отбросилась да конечно свободнее будем жить но для этого надо понять как жить так все было ничего один скринин был хороший вся генетика прошла хорошая рисков не было обращать внимание только на сахара надо было но опять-таки я уже сколько раз вам говорил как найти сахара кто у нас потребляет сахара учиться надо готовить вкусную пищу здоровую пищу и плюс давать нагрузку на организм чтобы как раз клетки требовали и потребляли все то что вы съели а не было какого-то избытка а на втором скрининге показалось что почки не разъединились под кого-образная почка хирурги успокоились что это не влияет на жизнь и требует особо внимания а вот там это самое в три месяца летали на 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 юга там вот это вот отдыхались вот это надо было сделать а не повлияло ли это это не повлияло ли то есть мы даже не понимаем что может повлиять то есть в это время в период беременности надо жить тихо мирно и скромно и тогда вот в таких условиях плод созревает нормально а когда мы конечно носимся туда-сюда как у горелые глаза вылупили надо жизнь а вот так вот грести грести а тут надо отдохнуть а тут еще что-то сделать а тут еще надо хапнуть и и и в результате нету покоя будущий ребенок он в каком-то постоянном стрессе это надо то надо силу надо и так далее то все на него отражается тем более когда закладывается вот эти все органы они только формируются там как 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 они должны быть а тут только нагрузка информация трамбах и вот тебе и на и что вот такие то дела я сейчас занят потом зайдете значит хирурги успокоили не требует особого внимания и конкретных причин такого развития нет я вам кое-что объяснил все остальные показатели в норме развивается правильно да и моё самочувствие хорошее вес прибавляется как и должен давление хорошее жалоб нет но отлично пока показаний кисарева не нашла хоть я всегда была настроена родить сама вот с ахарами могу концу и поменяться показания но это от нас зависит от от нас зависит зависит мышь 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 мы можем своей жизнью руководить а можем не руководить вот никак вот вот знаете вот и поэтому получается есть одобряем есть одобряем пошли то все и в итоге в итоге конечно так вот не знаю как совладать с обжорством своим ну вот 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 теперь вот человек конце концов признался со своим обжорство что тебе не хватает что тебе не хватает знаете если у человека не интересная жизнь вот его вокруг как-то особо ничего не волнует тогда он пытается вот за счет чувства вкуса сделать свою жизнь так как бы сать интереснее и ярче и приятнее я например делаю за счет очень многих вещей за счет того даже что снимаю видео за счет того что общаюсь с вами за счет того что занимаюсь за счет того что с этими машинами сейчас тут это сама затеялся одно там а ремонтирую и так и сяк тут уже как автомобильный доктор скоро буду и и прочее прочее по хозяйству что-то надо сделать в этом вникаешь руки прикладываешь ну и другие вещи то есть мне интересно жить меня волнует окружающие я не сосредоточен на том чтобы именно вот за счет еды я получил то что я недополучаю из окружающего не общаюсь допустим с друзьями не общаюсь там с семьей не общаюсь допустим там со своей женой там не общаюсь с детьми не общаюсь там с внуков еще 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 как-то и все это я думаю вот это все за счет того что я вот на час от сама вкусненько поем и все то вот отсюда и обжорство нету интересов которые мы воспитали то есть вот эти интересы которые окружающие это тоже целоеобразная пища для нашего вы можете для нашей личности а когда ее не хватает мы пытаемся это все заместить телесной а тело в конце концов она не может съесть и вместить всего что мы пытаемся съесть это что же надо понимать она мне прямо все результаты мои губить начинает вот она а где вы но вы же все это делаете вы же все делаете вы этим всем руководить и вот она губит а ну понимаете вот набросилась на вас и губит и все а вы ничего не можете сделать ну как-то странно звучит не вы не находите что вот она вот этот вот аппетит вот эта жрачка которая это сама начинает использовать вас как инструмент для своего удовлетворения а вы это допускаете и якобы тут никто и вот не виноват вот она виновата а я ничего они ваши воли где ваши знания люди они где вы вы самые главные вы все это можете сделать а вы все как сели за стол так и и давай есть так так я хорошо по вашим работам восстановилась а кто мешает дальше вы можете дальше все это продолжать восстанавливаться идти вперед я же например тоже это более-менее со своим здоровьем наладил все это и пошел дальше мне то интересно мне все интересно то есть я развиваюсь как 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 личность идет личностный рост и он должен быть и стала жить лучше чем годы до этого сейчас видимо придется прибегнуть к инсулину видимо то есть человек уже себя программируют на поражение программируют на вот это вот и все то есть идет еще это вот видео с мои смотрите здесь очень таких вот вещей достаточно тонких рассказывается то есть человек вот этой фразой он программирует себя на поражение он программируется на отступление он программируется на слабость и он уже программирует себя не просто на болезнь он программирует себя на ухудшение качества своей жизни То есть вы уже, извините за внимание, уже вот этими мыслями просираете свою жизнь. 30 лет вам еще жить и жить, а вы уже ее просираете такими вот мыслями. Все, все, пораженческими. Вы уже сдались. И сейчас вам кто-нибудь что-нибудь еще скажет, да надо. И все вы, а, ну раз надо, надо. И все это покатится, как и прежде. Конечно, только на период беременности. Ладно. Так, хотя если бы получилось взять себя в руки, ну а кто мешает себя взять в руки? Ну кто вам мешает это делать? Могла бы повторить тот же путь. Ну могла бы. Так ясно, как мне сейчас говорят, а что ты не голодаешь? А я говорю, вот если надо, я отголодаю. Это мое запасное средство. А пока я прекрасно обхожусь без голода. Есть другие средства. А, ну и если вдруг страна скажет, опа, и заголодуем. Могла бы повторить. Да тут не надо повторять, тут просто-напросто разумно держаться вот этих вот всех вещей. Просто-напросто чрезмерно не надо лишнего там употреблять, особенно в этом питании. Вот вы видите, чрезмерность. Кто вам это мешает? Ну кто? Так, если тогда на вредную еду даже не смотрела, то есть человек взялся за себя, а потом, знаете, как медуза размяк. Сейчас могу перекусить пиццы или съесть даже конфет. Бывают кусочки тортика беру. Такую еду я не брала два года. Вот два года вы не брали, и два года вы шли к здоровью, вы шли к тому, что смогли забеременеть, вы смогли, будем говорить, стать матерью и все это такое. И теперь вот этими конфетами и тортиками вы просто-напросто вот эту свою жизнь, которую вы добились, вы ее перечеркнете. И больная мама, больной ребенок, да кому они нужны? Да вы сами себе уже не нужны были. Вспомните, когда человек болеет, а он у лисы самому себе противен. И вот вы хотите повторить все это. Причем стало такое, потому что с беременностью себя почувствовало гораздо лучше. Отлично, гораздо лучше. Кстати, тут можно уринку употреблять. Урина беременных очень и очень целебная. Три глоточка утром натощак, и никому ничего не говорит. Очень полезно. Но ни в одной урине, только дело. То есть почувствовала себя гораздо лучше, и сразу вернулась в предыдущий образ жизни. Так и бывает, знаете, вот человек, как бы сказать, вот он своими вот этим образом жизни, он грешит, грешит, и это ему нравится. А потом, когда грех достигает, как бы сказать, такого большого кома, который навалился и придавил его, и не дает ему ни дышать, ничего. Он тогда, ой-ой-ой-ой, как же тут это самое, начинает из этого как-то вылазить, вроде все это откинул, вроде все успокоился, встал, ага, устоялся. И потом опять. То есть нету работы сознания, чтобы человек вырос, чтобы человек понял, как вести этот образ жизни здоровой, и как получать новые, какие-то перспективы, совершенно новые вещи, которых раньше в вашей жизни не было. Вот еще в чем проблема успешной, интересной жизни. Того, что у вас не было раньше, а то некоторые, о, допустим, 70 лет, да у меня все было и то, и все, и пятое, и десятое, а теперь, грубо говоря, я доживаю. И вроде жить неинтересно, ну, как примерно тут. А если у вас какие-то новые перспективы открываются, ну, о, да я только в 70 лет ума разуму набрался, я только жить начинаю, вот это совсем другое дело. А тут вернулась предыдущий образ. Организм забился, я прямо чувствую эту разницу. Да, когда тело чистое, оно звучит, знаете, как инструмент такой, бру-бру-бру-бру-бру, с красивой мелодией. А когда оно забилось, оно такое бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Оно уже не то, оно уже, вы это действительно хорошо чувствуете. Еще нашли стриптококк B. Это пролечивает антибиотиками перед самыми родами. А его можно было, этот стриптококк, и не это самое. И не привлекать к себе, тем более, пишут, хотя я вывела все эти колонии при чистках. Мы выводим, как бы сказать, и грибки, и все эти колонии, все, отлично все это выходит. Но, как бы сказать, следы остаются, следы остаются. Все мы не выведем там. Грубо говоря, хоть один там этот стриптококк, да и останется. И как только мы опять обращаемся к поручному образу жизни, когда мы переедаем, когда мы та-ра-та-та-та-та, то есть мы даем среду обитания для того, чтобы эти кокки размножались. И они тут как тут. Они размножаются стремительно. Раз, и все. Осенью было ослезнение большое, пазухи подзакладывало часто. Ну, естественно, если человек переедает как-то вот это, то, помните, я вам все рассказываю. Пища всасывается в кровь. И вот она в обилии, когда она всосалась, когда она неправильно была переварена, вернее, обработана в желудочно-кишечном тракте, она тут в виде слизи болтается, а слизь выбрасывается только через легкие и носоглотку. И поэтому, и осенью как раз, вот как только погода прохладная, как только погода влажная, значит, все это приходит в движение. Сначала она может где-то там, знаете, это самое, растолкаться. А потом, как это все начинается, вот эти погодные изменения, это все подталкивает к выходу. И пошло. Сейчас уже не закладывает. Иногда ставлю клизмы. Клизмами не надо во время беременности увлекаться. Все, хоре, без всяких клизмов ходитесь. Как раз хорошо помогало, но сразу дышал лучше. А почему? А потому что нос и толстый кишечник связаны. Как только толстый кишечник загрязняется, нос перестает нормально чувствовать. И из него вот эта вот вся эта грязь, которая должна нормально выйти через кишечник, она всасывается в кровь и выбрасывается в виде слизи через бронхи, носоглотку, гайморной пазухи. Зная, что особо нельзя вмешиваться. Ну, хорошо. Вопрос. Какие меры можно принимать при беременности? А никаких. Спокойствие. Спокойствие, я уже говорил. Какими методами возможно очищение? А никакими. Не надо очищаться. Вы уже к этому должны быть готовы. И вы были готовы. Не надо себе вот эти вольности позволять. Очищаться это и так далее. Это не то время, когда проводить какие-то там процедуры, связанные с очищениями. К инсулину нет желания прибегать. Как же поведут себя сахара и органы при таких условиях? Но если вы не будете объедаться, да нормально они поведут себя. А если вы будете объедаться, поведут как хотят. Да и почитал я состав этих инсулинов. Один фенол чего стоит. А консервантов там поболее. Как бы не хотелось, чтобы эта гадость попала к ребенку. Вот это не хотелось. Вот что-то, знаете, надо придумать, что-то такое изобрести, грубо говоря. Там, где давно все известно. Оказывается, все просто. Да не переедайте вы. Не переедайте, тем более, не ешьте заведомо вредную пищу. И все нормально будет. Не переедать и не ешь заведомо вредную пищу. И все будет нормально. И с сахарами там, и без инсулина. Ем также овощи, свеклу, морковку, яблоко сырыми. А вы знаете, вот, для того, чтобы жора вот такого не было, это летом хорошо есть. Свеклу, морковку, яблоко там, сырыми, там, авокадо. А вот свеклу, морковку, яблоко, вот яблоки запекайте. Свеклу с морковкой тушите. Тушу капусту и яйца перепелиные. Каждый день ем. Хорошо. Правильно. Ломтики с сала до еды еще. Да можно и во время еды. Ну, ломтик. Сосиски без консервантов беру. Видите, сосиски без консервантов. Несколько ломтиков шоколада из кероба. И несколько орехов. Шоколад. Да? Это с утра в основном. Иногда беру мандарины или гранат между едой перекусываю. Перекусов не хватает. Понимаете, вот эти перекусы, они ведут к тому, что человек привыкает жевать, и он просто-напросто переедает. Нам этой пищи хватит трехкратный прием. Вот так вот хватит. Ну, нет же, надо вот окружающая еда, там, полдник, там, чайок попить, кофеек, там, с какой-нибудь ерундой. Ну, и все. И мы переедаем. Так, мандарины, значит, не есть. Мандарины сейчас не есть. У меня, пример перед глазами, на мойке автомашин работает парнишка. Так у него страшная аллергия на цитрусовые. Из-за того, что его мать ела апельсины, там, когда была беременная. И он родился с ужажающими, там, вот этими, высыпаниями на коже и прочее, прочее. Так что с цитрусовыми очень осторожно мыть. Днем, например, в кафешке берешь солянку. Ну, ну, съели бы солянку. И не без того. Тушеные овощи с филе, куриное или рыбное. Да нормально. И сырочек со сметаной. Да это всю молочку исключало. Ну, тут уже, либо берите тушеные овощи с филе и солянку. Далее, либо берите солянку и сырник со сметаной. А уже все вместе, тушеные овощи с куриным филе и так далее, и со сметаной и сырникой. Это уже перебор. Это уже перебор. Вечером чаще также суп опять, овощи, филе, сырник. Слишком много что-то на филе, на сырнике. В обед этого достаточно суп, овощи, салаты иногда какой-нибудь. А вот салатик, салатик. Вот желательно, чтобы он у вас был вечером. И вот уже гораздо чаще стала добавлять в такой рацион, например, пиццу, кусок чизкейка. Бывало, печенье брала. Что, не хватает, да? Вот что-то надо съесть. Себя любимую побаловать. Есть продукты, и я как раз в целебной кульваре об этом говорю. Продукты, которые обладают очень вкусным вкусом. Так, тавталуев скажет. Вкус очень вкусный. Но это нам надо научиться делать. И они полезны. А не то, что вот там пиццу заживало, это чизкейки и так далее. Пиццу явно запивает, потому что так ее просто не съешь. Если вы взяли кусочек этой пиццы, да просто ели. Кусочек чизкейка тоже запиваете. Печенье тоже запиваете. И в результате уже одного этого у вас хуже. Вот это вся переваривается в эти углеводы. А с другой стороны, вы переедаете. Потому что вы просто-напросто проталкиваете этот пиццу, чизкейки, печенье внутрь. Запивая. А вот если бы вы не запивая бы, вы бы съели бы. Ох, часто опять стала брать капучино. Знаю, что там не пойми, что в таком напитке, что там даже не молоко. Но так и не могу с ним закончить. Ну, а что тебе потом? Вот капучино потом выйдет, выйдет боком вам этот капучино. Одно дело там, ну, стаканчик там, грубо говоря, там пропустили. Не без того. А другое дело, если это все вот с этими пиццами, чизкейками и так далее. Так понимают, а все-таки большой объем пищи. Ну, понимать, понимаете. А надо же это все регулировать. Кто за вас будет регулировать? Кто там стоит с вас, что-то над ртом, говорит, все, хватит. Это нет, все, прячет еду. Ну, ж вы сами. По объему почти так ела, но без вредних продуктов. Ну, естественно, это салат, это одно. А другое дело, если это сдоба, то совсем другое. По поводу страхов хотел написать еще. Мне кажется, так удалось в свое время почистить полевую форму жизни. Или это все в совокупе было. Но я не переживаю сейчас ни за что. Единственное беспокойство вызывает необходимость посещать медицинские учреждения. Ну, посещайте их в разумных каких-то пределах. Вот где там надо. Небольшое напряжение чувствую. К остальному происходящему очень спокойно отношусь. Мне очень это помогает, особенно сейчас. Несколько лет назад я бы носила беременность, скорее всего, очень беспокоилась. За все бы боялась. Но методика очищения полевой формы жизни, она способствует, конечно, успокоению. Да вообще, вот это ведение здорового образа жизни, она делает человека спокойным, уверенным в себе. Сейчас почти не испытываю раздражения или страхов. Читалось, что беременность, дыхание вроде нельзя особо. Нельзя. Да, дыхание, то, которое очищает полевую форму жизни, то есть быстрое дыхание, может вызвать аборт. Поэтому дышите медленно, плавно, вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойненько подышали. Минуточек пять и нормально. Я бы еще так хотел бы почистить полевую форму. Как вы думаете, может и можно? Нет. Я бы не стал делать. Уже объясню, почему. Геннадий Петрович. Ну как бы мне настроиться? У меня так хорошо получилось, когда такое страшное дело происходит. А тут понимаю, что все исправимо. И уже не могу собраться с духом, снова встать на правильный путь. А это за вас никто не сделает. Понимаете? Никто не сделает. То есть человек вообще к этому должен созреть. И как только он созреет, этот путь становится для него легким сам собой. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.